Экспозиции Центрального Сибирского Ботанического Сада по-прежнему закрыты для посетителей из-за пандемии. Любоваться самыми красивыми, пахучими и необычными растениями и композициями пока могут только сотрудники. Чем они готовы удивлять горожан, увидела Анна Братушкина. Не только посмотреть, но и потрогать и понюхать растения можно в новом тактильном саду. Здесь пока не ступала нога ни одного посетителя ботсада. Экспозиции закрыты из-за пандемии. Сейчас ими любуются только сотрудники. Создавали это место для детей и тех, кто увидеть красоту природы не может, только почувствовать. Здесь вот у нас в тактильных наших уголках представлены различные растения пряные. То есть это мирт, розмарин и другие различные такие вот пахучие, можно сказать, растения. Регулярный французский сад своё название получил за строгость и симметрию. На это произведение ландшафтного дизайна лучше смотреть немного сверху. Так заметнее правильные геометрические формы. Французский парк сибирского ботсада отличается от классических. Здесь цветут другие растения. За основу берут западную тую. Во всех европейских странах здесь используется самшит. К сожалению, самшит у нас не перезимовывает, поэтому были найдены новые растения. Подбор растений может подбираться в каждых климатических условиях. Допустим, в Европе чаще всего используется лаванда. У нас подбираются различные, в том числе бегонии. В саду топиарного искусства живут растения, которые можно фигурно стричь в условиях Сибири. И создавать из них живые изгороди и даже лабиринты. Туи, яблони, клёны генала и другие вечно зелёные. Здесь же представлен ассортимент, который мы, в принципе, можем использовать в наших сибирских условиях. Потому что те растения, которые классически применяются для фигурной стрижки в Европе, у нас не приемлемы. К сожалению, у нас они не зимуют, они такой высоты не достигают. Начинать делать форму нужно совсем молодому дереву. Именно за первые две стрижки создаётся его будущий вид. Затем лишь отстригают немного отросшие ветки. Главный инструмент – секатор. Опытные садоводы стригут на глаз. Начинающие используют специальные решётки. Сейчас в закрытых садах экскурсий нет. Пускают сюда только на фотосессии по предварительной записи. Когда экспозицию откроют для всех посетителей, пока неизвестно. Анна Братушкина и Сергей Хлопов. Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости. Продолжение следует...